Здравствуйте, друзья! По многочисленным просьбам читателей, зрителей и слушателей, наконец-то мы опять встретились с моим коллегой Кущом, на которого обязательно, Алексеем Кущом, на которого обязательно нужно подписаться в фейсбуке и читать в оригинале многие вещи, которые я потом перевариваю, так сказать, и даю уже своей интерпретацией. Я даю ссылки на эти посты, они очень глубокие и интересные. И сегодня я хотел бы с ним поговорить о двух его постах, которые меня реально зацепили. Однажды мы уже с ним говорили на эту тему, это о налогах и мифах, кто реально платит в этой стране налоги, да, и кто за все расплачивается, и особенно это будет актуально в контексте рассмотрения бюджета на следующий год, если, конечно, его вообще рассмотрят и примут. И второе, это о космических заработных платах всех наших там чиновников, значит, наглядовых и так далее. Что это? Он назвал это новая шляхта, да, то есть вот два поста меня зацепили, как товарища, так сказать, свидетеля секты профсоюзного движения. Страйк Силла, что там сказать, капитализм могила, да, буржуя могила, да. Буржуя могила, да. Ну, как-то так. Ну, давай начнем, значит, скажи мне, дружище, вот мы уже разную эту тему говорили, и вот твой недавний пост, которым ты уже как-то с другой точки зрения это изложил, ты назвал цифры, которые меня вот, собственно говоря, шокировали, да. Цифры о том, вот у меня была такая иллюзия, что мы все такие, ну, или эту иллюзию создавала власть, значит, что мы все такие негодяи, значит, мы не платим налоги, мы только сидим на шее у этого государства, у этой шляхты, которая волею Господа Бога, значит, правит. Про население говоришь сейчас, да? Да, да, да. Вот, и это так гадкое население, неблагодарное, которое поносит эту власть. Патерналистка. Да, да. А те цифры, которые ты дал, показали, что это неблагодарное население, оказывается, и кормит эту власть, а не вот эти мега какие-то там транснациональные корпорации, которые тут приходят, там, мега какие-то там бизнеса, там еще что-то, оказывается, в два раза больше, я так понял, да, мы платим? Вот подробнее бы. Знаешь, как Сунзи когда-то говорил в своей стратегии войны, что чем более гениальный у вас план, тем меньше вас будут поддерживать и больше критиковать. Вот у нас говорить о том, что бизнес платит мало налогов, население, наоборот, много, это очень непопулярная тема. То, что у нас же как? У нас же экспертные площадки, в основном, сформированы кем? Это либо прозападные экспертные площадки. Это имеет такое же отношение, как морская свинка, как море, да. Ну, то есть философия, сдохни ты сегодня, а я вообще поживу. Да, значит, они вот личной капитализации, только то, что ты стоишь на рынке труда, то ты и должен получать. А если ты не на рынке труда, пожалуйста, взяли. А если ты не на рынке труда, да, то, как сатирик говорил, обернуться белой простыней и медленно ползти к кладбищу, да. Но это тоже за деньги. Да, да, просто бесплатно никто не обещал. Но, или, либо это про олигархические экспертные площадки, естественно, там тоже за деньги олигархов навязывается мысль о том, что бизнес у нас платит очень много налогов. На самом деле, как бы, я эту историю разбиваю на две части. У нас любят все, все налоги, у нас любят смешивать в одну кучу и делать вид, что это все, как бы, вот, бизнес, работодатель платит, да. На самом деле, я, как бы, очень хорошо отношусь к бизнесу, но истинно дороже. Если посмотреть, вот, реально, те тезисы, которые озвучиваются, например, там, цена государства, вот это, там, налоговое давление на бизнес и так далее, все время рисуются какие-то страшные цифры, там, что у нас чуть ли не 40% давления на бизнес, ВВП, там, да, или 35%, и мы по уровню налогового давления находимся, там, на уровне самых таких жестких стран по отношению к бизнесу. На самом деле, вот, посмотришь... А кто трудящийся мешает своими правами и свободами? Да, на самом деле, посмотришь, например, аграрный бизнес, у нас некоторые, там, представители, у них дворцы, ну, наверное, там, граф Потоцкий в 18 веке, там, тихо курит в угол со своей Софиевкой, по сравнению с тем, что они строят под Киевом, личные яхты. Ты посмотришь, что они строят в других странах? Ну, в других странах, они просто покупают то, что там тамошняя аристократия создала за последние 200 лет. Руками наших заработчиков. Да, и замки древние тоже. Да, и замки любят древние, любят древние замки, да. Самые дорогие квартиры в Лондоне, самые дорогие замки на юге Франции. Но, опять же, яхты, вертолеты, откуда это все? Ну, как, это мы их, это государство их зажимает здесь, и оно вытекает туда, понимаешь? Оно потекло, да, то есть это от сильного налогового давления. При этом, когда, например, начинаешь говорить, вот, там, говорить про тот же аграрный бизнес, говорят, да, вот в аграрном бизнесе, смотрите, там почти не платят налоги. Вот сколько там МПДВ, по-моему, даже снизили. Да, поэтому они так хорошо развиваются. Но потом, когда в общем, в общую картину, все говорят о каком-то страшном налоговом прессе. Хотя, если посмотреть, вот, допустим, смотри, у нас два, две отрасли, которые мега жирные, такие, скажем так. Так, это аграрии и строители, ну, живая недвижимость. Ну, потому что, как бы, живая недвижимость, видишь, как растет в цене, рентабельность высокая. Это, часом не пузырьки, не кажется? Ну, это, кстати, тема для отдельного разговора, да. То есть, примерно по 50-60% рентабельности и там, и там. Ну, аграрный бизнес, понятно, да. Если посмотреть, сколько же они реально в бюджет перечисляют денег, вот именно отраслевые, по отрасли, то получается, что аграрий примерно, там, около 25 миллиардов гривен и строители около 20 миллиардов гривен, это все вместе перечисляют государственный бюджет. Это вообще ни о чем, да. Это три копейки. Это, думаю, что они на свои экспертные площадки тратят больше. И смотри, а как вообще формируется эта налоговая нагрузка? То есть, если посмотреть по бюджету, у нас сейчас население платит подоходного налога более 300 миллиардов гривен. Если про центральный бюджет и местный бюджет. То есть, люди простые, вот мы с тобой в сумме, и все остальные наши зрители, мы заплатили сколько в год? Более 300 миллиардов гривен. 300 миллиардов. С наших доходов. Смотри, это то, что называется... Это 10 миллиардов евро. Да, это то, что называется налог на труд. Налог на труд 10 миллиардов евро. Да, а теперь... И еще 10 зарабечаний. А теперь смотри дальше. Налог на капитал, это налог на прибыль предприятий, платит чуть больше 100 миллиардов гривен. То есть, подожди, подожди, мы 300, а бизнес 100. И страдает он, а не мы, да? Да, и страдает он, а не мы, да. Это же знаешь, как в период кризиса в основном страдают кто? Ну, богатые страны, да? А бедные, то есть, они как бы не страдают. Давай мы для зрителя зафиксируем. Итак, простые люди в этой стране, которые якобы не страдают, и на которых наложили налог на труд, назовем это правильно, за то, что они работают, на них наложили налоги, они заплатили 300 миллиардов. Да. А бизнес, который так страдает и печется вообще... Налог на капитал. Налог на капитал. Когда заплатили 100? 100 миллиардов. В три раза меньше. Охренеть. Теперь смотри дальше. Если мы берем, а есть вообще налоговая нагрузка, она вообще всегда рассматривается по трем направлениям. Налог на труд, налог на капитал и налог на активы. Если мы посмотрим на налог на активы, это... Ну, не будем брать квартиры 60 квадратных метров в очередь, а реальные дорогие активы. А если у меня 63? Ну, тогда ты за три метра должен за государство заплатить. Но если брать реальные активы в виде тех самых яхт, самолетов и так далее, то мы видим, там вообще копейки какие-то платятся, хотя активы огромные. То есть, получается, у нас колоссальный налог на труд, налог на капитал чуть меньше, но тоже хоть что-то платят. Ну, раза в три меньше. Да, а налог на большие активы, это вообще какие-то копейки. Хотя в других странах как налоговая нагрузка распределяется? Нет нигде такого, чтобы кто-то один платил. Всегда какая-то пропорция. Но стараются сейчас в мире снизить давление на труд налоговое, увеличить давление на капитал, но больше всего увеличить давление на вот эти дорогие активы, чтобы богатые чуть-чуть заплатили за бедных в период кризиса, а не наоборот, как у нас система анти-Робин-Гудов, которые у бедных забирают, отдают богатых. Папа, да. Теперь ты будешь меньше пить, нет, теперь ты будешь меньше кушать. Да, из той оперы. Да, теперь смотри дальше. Какие основные налоги собираются? Бизнес еще платит ренту за добычу природных ресурсов. О, давай это объясним зрителям, потому что это важно. Значит, все, ну, очень часто я с этим сталкиваюсь, такое вульгарное понимание, то есть вот консульцию открыли, недра принадлежат народу. О, так, ну, и где, вот, это же мои недра, чего же они оттуда добывают, да? Но пока оно не добыто, оно еще никому не принадлежит, да? Его надо выкопать оттуда. Выкопать, ну, понятнее, вы с лопатой пойдете, да? То есть кто-то должен прийти, выложить кучу денег, чтобы это выкопать, потом это продать, там что-то очистить, что-то с ним делать. Кто-то должен это делать, и это действительно какие-то инвестиции. Но от имени народа этим, согласно Конституции, распоряжается государство, то есть правительство. Правительство, естественно, ищет, ну, кто же, ну, раз оно лежит в земле, оно ничего не будет. Да хоть миллиард, но если ты его не достал, оно ничего не будет. Соответственно, нужно найти кого-то, кто в частном порядке это будет делать, или в государственном порядке, вложить в это деньги, или наоборот, то есть открыть для кого-то лицензию дать. И как же государство взимает ренту? То есть, по сути, наши недра, мы отдаем кому-то, кто-то это все вынимает, но платить ренту. И, по сути, грубо говоря, мы как сидящие, знаете, такие козаки, мы сидимо, знаем там золото внизу, но мы козаки справжние, мы его не выбиваем. Мы говорим, ахай прийде оця Терч-Кущ и будет его выбивать. И нам за то, что он это золото выбивает и продает его дать нам сколько-то процентов. И, товарищи уважаемые, а тут начинается вилка. Если вы правильный олигарх, вы проголосуете, что вы будете платить 0...1. А если вы неправильный олигарх, вы заплатите 50%. Вот она. Рента у нас тоже платят за копейки, суммарно примерно 40 миллиардов ривен. То есть, представьте, нам все время рассказывают, что страна, у нас Украина, одни из самых больших природных ресурсов в Европе. Но за все эти ресурсы бизнес платит 40 миллиардов ривен. Причем самое интересное, что там 90% это рента за газ, которая платит государственную, в значительной мере, это платит государственную компанию коррознобыча. А, например, если брать железную руду, там всего лишь на все, там, по-моему, 2 или 2,5 миллиарда гривен в год платятся ренты. Подожди, а там же космические цены были на китайском рынке. А было 200 долларов за тонну железная руда. При этом наши ГОКи, горнообладительные комбинаты, если посмотришь их баланс, они пухнут уже от денег. Там миллиарды гривен прибыли. Почему? Потому что они суммарно зарабатывают где-то около 6 миллиардов долларов в год. При том, что это природный ресурс, который принадлежит народу. Себестоимость добычи открытая, копеечная. То есть, по большому счету, это, считаю, в значительной мере чистый доход. А платят несколько миллиардов, но уже не долларов, а гривен в бюджет. То есть, смотри, получается бизнес вот к этому налогу на капитал. Я думаю, что зрители догадаются, какие фамилии за этим всем стоят. Платят еще ренту. А что платит еще население? Население платит еще, кроме подоходного налога, оно платит еще налог на свою недвижимость, за землю, за квартиры. А население... На лоджиках, да? Единый социальный взнос, 22% на фонд оплаты труда, 1,5% военный сбор. Кстати, бизнес у нас военный сбор не платит. Не платит? Да. Ага, то есть, если товарищи новая власть подумали, что если я ценюку можно рабицу натянуть за деньги, то почему бы им не натянуть стену 2 за 17 миллиардов? Да. Но эти 17 миллиардов возьмут опять с нас. Но смотри, самый бюджет образующий налог у нас, который самый большой, это налог на добавленную стоимость. МДС. МДС. Но смотри, его платит конечный потребитель. То есть, бабушка, которая и так еще. Его платит, то есть, то же самое население. Бабушка, которая купила, мой любимый пример, батон за 18 гривен, она на 3 гривны заплатила МДС. Причем, смотри, основной, так называемый внутренний МДС, который начисляется на товары, которые внутри страны, если взять сальдо этого налога, то есть, сколько государство получило, оно уже потом часть бизнеса возвращает. Так вот, если взять сухой остаток, там мизерные суммы. Основной части, основной МДС, который идет в бюджет, это на импортные товары. То есть, фактически, это вообще даже не бизнес платит. По большому счету, это ввесли импортные товары в Украину, и со стоимостью этих товаров население заплатило 20% бюджет. А, то есть... Роль бизнеса там вообще практически... То есть, это налог на меня за то, что я попользовался транспортом. За то, что ты купил импортный товар. То есть, это твой налог потребителя, который платишь. То есть, роль бизнеса там вообще минимальная. А что получает бизнес в этой системе МДС? А там как раз вот это срабатывает принцип с бедных по нитке богатому рубашкам бревани, потому что мы с тобой платим НДС как конечные потребители, а бизнес получает возмещение НДС при экспорте той же железной руды, экспорте зерна и так далее. И возмещение НДС, то, что получает бизнес, это примерно 150 миллиардов гривен в год, 5 миллиардов евро. То есть это получает за счет того, что мы все собрали вот этот общак под названием НДС, над этим общаком сидит правительство, и оно потом этот общак разделило на 10-15 крупных финансово-промышленных групп, в основном сырьевой экспорт. В чем самое смешное, что мне очень смешно, когда возмещается именно экспорт, например, возмещается НДС при экспорте железной руды. Какая там добавочная стоимость, вообще никому не понятно. Но, то есть это вот такая порочная система, которая складывается у нас. Самый главный аргумент, который против, когда я начинаю об этом говорить, главный аргумент какой выдвигается? Это все равно все платит бизнес. То есть независимо от того, подоходный, даже когда начнешь рассказывать, что НДС это так называемый транзитный налог, бизнес просто транзитер, он просто изымает эти деньги и уплачивает, но плательщик это конечный потребитель. Даже когда я это начну рассказывать, он говорит, нет, все равно это же бизнес платит, перечисляет реальное государство деньги, и бизнес платит налоги на труд подоходный, ЕСВ, бизнес платит все остальные. Это не операторы просто, они же не транзитеры. Я говорю, нет, платит физическое лицо, потому что если это налог на труд, то этот налог платится с добавочной стоимостью, которая создает мой добавочный труд, который присваивается работодателям. Он же не с воздуха откуда-то берет эти деньги, он берет часть моего труда, присваивает, и с этой присвоенной части труда он платит эти деньги. Дальше, НДС это транзитный товар, то есть он вообще как посредник просто в связи этих денег выступает. И самое главное, где бы бизнес брал деньги, если бы не было населения? Ну смотри, кто бы работал, во-первых, кто бы зарабатывал эти деньги, а во-вторых, а на ком они вообще зарабатывают? Они же зарабатывают на потребителей, то есть они зарабатывают за счет того, что мы купили их товары и услуги. То есть опять же отправной точкой является население. У нас, знаешь, как произошло, так вот, то у нас были марксисты, которые рассматривали только базисы на стройку, они недооценивали. Но теперь у нас получился какой-то вообще сумасшедший крен в противоположную сторону. У нас сейчас вот надстройка – это вот все, а базис – это вообще ничто. То есть люди у нас и не работают, люди у нас и не потребители. То есть бизнес сам просто с воздуха взял и заработал деньги. Откуда он их взял, кто у него купил эти товары и услуги, кто работал в этих, и зарабатывал. То есть это уже никого не интересует. Вот бизнес, бизнес, бизнес. Так вот, если распределить вот эти все налоги, которые платят по копилкам или корзинкам. Вот заплатило население, вот заплатил бизнес. Получается, что у нас суммарная налоговая нагрузка, там чуть больше 20%, это если чистые налоги считать. Это отношение к ВВП, вот этих собранных налогов. Население примерно 15% с этого заплатило. Бизнес где-то 7-8%. То есть в два раза меньше. И 7-8% от ВВП налоговая нагрузка на бизнес. То есть реально у нас бизнес находится в мега, получается, таких вот льготных условиях с точки зрения налогообложения именно специфических бизнесовых платежей. Налог на капитал и налог на активы. Теперь, поэтому я говорю, что когда мы говорим о снижении налогов, а налоги действительно в Украине нужно снижать, нужно четко разделять кому и с какой целью. Снижать в Украине нужно только одно направление, это налог на труд. То есть вот здесь непаханное поле для того, чтобы проводить реформы. Нужно, во-первых, вводить кумулятивный налог на труд, то есть убирать вот это все разные сборы, налоги, вводить единую ставку. А во-вторых, понижать ее, на мой взгляд, до 10%. Это приведет к колоссальной детинизации рынка труда. Я называю это так. Знаешь, если государство ничего не может дать, то хотя бы не мешай. То есть вот уйди тогда. Налог на труд действительно в Украине нужно снижать и кардинально. Но у нас нужно перед тем, как снижать, потому что может... Ну начну тарать, откуда мы возьмем выплаты личные. Чтобы не повторялся, я называю казус Яценюка или синдром Яценюка. Что это произошло, например, в 2015 году, когда у нас снизили ЕСВ, это было чуть более 30, снизили до 22. Помнишь эту историю? Что получилось? Нам рассказывали, что снизили налоги, значит люди станут больше получать. Если посмотреть по динамике, да, потом люди стали больше получать, но за счет инфляции, которая тогда была, ты помнишь, какая. Да, там 44% в 2015 году. А именно в момент снижения ЕСВ никакого увеличения зарплаты не произошло. То есть вот эта экономия единого социального взноса, которую люди должны были получить как прибавку к зарплате... Забрал себе работодатель. Забрал себе работодатель. В основном до финансо-промышленной группы, потому что они в большинстве своем платят легальные зарплаты на своих заводах. Ну то есть малый и средний бизнес, они в основном платили минималку, их это коснулось не так. А вот большой бизнес, они вынуждены платить официальную зарплату, потому что большие предприятия, они по моим оценкам сэкономили где-то 70-80 миллиардов гривен. То есть людям все равно эти деньги не попали? Людям эти деньги не попали, так поэтому, чтобы этого синдрома оциникальному произошло, нужно проводить то, что я называю брутизация зарплат. То есть что это означает, такое слово. Нужно, знаешь, как зарплата грязная, она включает зарплату и подоходную налогу, которая начисляется. Брутизация зарплат, значит туда нужно добавить единый социальный взнос, туда же добавить, чтобы он как бы входил в структуру зарплаты, грязную эту зарплату. И нужно право уплаты этих налогов передавать простому гражданину. То есть не чтобы работодатель. Подожди, а вот контраргумент. Это ключевое. Контраргумент, я понимаю, слушай, когда народ в заплате получит на руки, ну грубо говоря, получали там 10 тысяч гривен, получит 20, но при этом 10 должен будет пойти и отдаться. А теперь смотри, смотри, во-первых, надо бы, чтобы сам человек платил налоги, только тогда он почувствует, что он содержит это государство. Согласен. Теперь смотри, покажи мне, кто заплатит налоги. Рассказывай, сейчас работодатель ежемесячно удерживает это и перечитает государство. А нужно, чтобы платил сам человек, но не ежемесячно, а по итогам года. То есть как в Америке. Что, издеваешься? Чтобы человек пошел из 100 тысяч рублей своих денег. Нет, да слушай, во-первых, по итогам года. Да никто не забыл, все уедут, а все свет выключат и уедут. Смотри, по итогам года. А во-вторых, нужно дать, то, что дается во всех нормальных странах, право на так называемый налоговый вычет. То есть, я, например, заплатил за аренду квартиры, я минусую от своих налогов. За обучение. Я за обучение детей заплатил, сейчас тоже разрешают, но оно почти не работает, потому что там такая идиотская система. То есть, если я вкладываю в семью, вкладываю в образование детей. Смотри, я за медицинскую страховку заплатил минусую, по ипотечному кредиту заплатил минусую, за образование детей заплатил минусую. То есть, все, что вложил в свою семью, минусую. И в результате получится, что ты не заплатишь столько налогов, сколько из тебя выдирают. Слушай, многие, если там 100 тысяч, и ты там минусал, ну пусть 50. Я тебе честно скажу, и 5 не заплатят. А из этого мы никуда не извинемся. Почему? Потому что, смотри, если бы каждый из нас собрал бы все свои чеки, которые он заплатил в супермаркете, а там же строка идет НДС, выписал бы в столбик эти суммы НДС, потом бы выписал в столбик суммы, которые мы забрали подоходного налога, единого социального взноса, военного сбора, то у него просто бы волосы дыбом встали от того, сколько он в месяц заплатил налогов. Причем самое интересное, населению же никто НДС не возмещает, это же конечный потребитель, правильно? И он бы перестал бы слушать эти байки про то, кому реально нужно снижать налоги. Стоп, я тебя понимаю, я только за эту философию, но объясни мне, если, например, я государство и налоговое, а как я смогу это администрировать? Я прихожу, говорю, вы знаете, товарищи, близится 31 декабря, и тут я говорю, смотри, сегодня 29. Нет, обычно не 31 декабря, обычно это налог платится по итогам года, там, например, в марте, в апреле, в мае. У нас до августа можно заплатить. Хорошо, близится время 8 марта, сейчас 1 марта, да, близится 8 марта. Я говорю, товарищи, 8 марта мы должны все сброситься баблом за год, вы так хорошо кушали этот год. И вдруг, пока я это говорю, я понимаю, что в стране никого нет, потому что свет потушили. Смотри, но на самом деле, если мы не почувствуем эту цену государства для себя как гражданин, то мы никогда не будем... Не родится общество. Не родится общество, соответственно, социально ответственное общество, которое понимает, что оно содержит эту власть. И мы будем продолжать слушать байки из клепа о том, что нужно бизнесу сокращать налоги. И самое главное, нужно забрать у бизнеса вот эту прерогативу платить за наемного работника. Потому что все время будет спекуляция. Вот и обрати внимание, все финансо-промышленные группы, они часто в своих отчетах пишут, было уплачено... Мы заплатили столько-то налогов в государственный бюджет, там, и 30 миллиарды. А если ты посмотришь по структуре, то это по большому счету, там 90% это подоходный налог, единый социальный взнос, военный сбор, все то, что они причисляют как бы к себе. Хотя это просто транзит. Хотя это просто транзит. А вот если это забрать, то тогда эти отчеты будут смотреться очень смешно. Например, там финансо-промышленная группа с оборотами в сотни миллиардов гривен, и она с нами пишет, мы заплатили в бюджет 150 миллионов гривен. При этом от имени наших работников мы забрали у них 300 миллионов. Да-да-да-да. То есть, без этого, когда карты на стол, без этого мы нормальную реформу, нормальную систему, но мы создать не сможем. Дружище, давай тогда мы пока на этом поставим точку. И я бы хотел, чтобы зрители в таком случае подумали вообще о том, сколько они заплатили денег, а сколько они готовы. Вот сколько вы за год получаете все, сколько вы готовы отдать государству, для того, чтобы это государство существовало, ответственно. Готовы ли вы это делать? Ну и в следующий раз, я думаю, мы должны поговорить все-таки о заработных платах товарищей во власти. Ну, о новой шляхте. О новой шляхте. Да. Обязательно мы запишем еще одно видео и разговор на эту тему. Не переключайтесь.